И сейчас мне отдают тело маме Алексея Навального. И хотят похоронить тайну. И давайте все мы, кто сейчас вот тут по обе стороны экрана, я не знаю что, ну попросим, помолимся, попросим, напишем, подпишем. Господи, вот это же похоронить ребёнка. Дайте похоронить ребёнка. Не важно. Отца. Да, не важно за этого или нет. Мама просит тело сына. Дело святое. Верующий вы, неверующий, совершенно не имеет никакого значения. Это традиции человечества. Идти наперекор всему человечеству традициям. Это что ж такое власть-то о себе возомнила? Горько. Дайте ребёнка маме. Следователь Следственного комитета Воропаев сказал Людмилу Иванович Навальный, матери убитого по приказу Путина Алексея Навального, сказал в Следственном комитете Салихарда, время на нашей стороне, тело разлагается. Таким образом, он требует, чтобы Людмила Ивановна Навальная согласилась на тайные похороны Алексея. Чтобы они где-то его тихонечко, где-то там на околице какого-нибудь далёкого кладбища захоронили. И чтобы все те, кто поддерживал или, может быть, не поддерживал Навального, но кто сопереживает этому горю, не могли с ним проститься. Россияне, как вы собираетесь голосовать за человека, у которого не хватает элементарного человеческого чувства, элементарного сострадания к матери, которая потеряла своего ребёнка, своего сына Алексея Навального? Я требую, чтобы Путин отдал тело убитого по его приказу Алексея Навального его матери Людмиле Ивановне Навальне. То, что сейчас российские власти творят по отношению к семье Алексея Навального, просто не укладывается в голове. А таким надо быть, чтобы отребовать от матери фактически забыть, что у неё был сын, угрожать ей и запрещать похоронить нормально. А требует российских властей и лично Владимира Путина немедленно отдать тело Алексея Навального его матери, дать проститься с ним и похоронить там, где семья посчитает нужным. Тело Алексея Навального должно быть передано его матери без условий и без промедлений в соответствии с законом. Но вы продолжаете, даже убив его, держать в заложниках. Вся страна наблюдает за этим. Тысячи простых граждан, таких как я, запоминают каждое ваше слово, наблюдается каждым вашим действием. И мы не простим тех, кто не позволяет семье Алексея, даже после всего случившегося, просто похоронить его с достоинством. Александр Филипенко, актёр. Переживаю и поддерживаю Людмилу Ивановну Навальную. Очень поддерживаю и очень прошу. Верните ей сына. Моё имя Михаил Барышников. Я убедительно прошу вернуть тело умершего Алексея Навального его матери. Неловко говорить об этом в стране, которая себя считает пока ещё христианской. Просто отдайте Людмиле Ивановне, её сына. Просто отдайте и всё. Нет такой судебной экспертизы. Нет такой судебно-медицинской экспертизы. Нет такого патологоанатомического исследования, которое проводится в течение двух недель. Не существует. У меня есть только одно предположение. Может быть, он, когда его 27-й раз посадили в ШИЗО, не до конца отсидел свой срок? И это он его сейчас мёртвым отбывает? Давайте просто поклонимся и отдадим тело Людмиле Ивановне и семье. Без всяких условий. Всё. Несколько лет назад болезнь матери стала причиной, по которой Владимир Путин согласился выпустить тогдашнего своего главного врага Михаила Ходорковского из тюрьмы. Тогда он ещё мог чувствовать хоть что-то человеческое и понимал, что мать – это нечто святое для каждого из нас. И для него тогда это, видимо, тоже было важно. Проходит время, проходят года. Видимо, эти чувства больше недоступны этому человеку. Но они могут быть доступны тем, кто сейчас может выдать тело Алексея Навального его матери. Не уподобляйтесь дьяволу. Не будьте дьяволом. Не ведите себя по-дьявольски. Таким поступком нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. Вас не простят ваши близкие, родные, ваши родственники. Они никогда вам этого не забудут. Такое нельзя простить самому себе. Алексей Навальный и его мать, которая пытается добиться того, чтобы ей отдали его тело, будут приходить к вам во сне до конца ваших жизней. Отдайте тело Алексея Навального его матери. Просто отвратительно наблюдать, как нам бедной пожилой женщины продолжают издеваться люди, которые совсем недавно убили её сына. Мы присоединяемся к требованиям немедленно отдать тело Алексея его маме. Отдайте тело Алексея Навального матери. Вы его убили, вы его пытали, вы его то ли отравили, то ли задушили. Всё равно правда будет известна. Вас всё равно будут судить. Вы всё равно сделали для того, чтобы все здравомыслящие люди, все люди с совестью поддержали Юлию Навальную. Вы уже сделали столько, что она вас сожрёт. Отдайте тело матери, идиоты. Это удивительно, что сейчас мы уже не требуем выполнения, например, Конституции или соблюдения основных базовых прав человека. На это мы даже уже не надеемся. Мы требуем выполнения каких-то базовых, неписанных законов, которые всегда соблюдались в истории человечества. Нет более священного права, чем право матери получить тело своего убитого сына. Я не очень надеюсь даже на то, что наши требования будут услышаны в России. Но это не значит, что мы не должны требовать и не должны говорить. Я требую, чтобы матери Алексея Навального отдали тело Алексея. Прямо сейчас происходит очередной громкий стук со дна. Пожилой женщине, 70 лет, матери Алексея Навального отказываются выдавать тело её сына, хотя обязаны это сделать по закону. Прекратите издеваться над родными погибшего. Такого не заслуживает никто. «Отдайте тело Алексея Навального его родным». Они имеют право его по-человечески похоронить. Понятно, что существует сейчас план, в соответствии с которым похоронить Алексея нужно таким образом, чтобы никто не знал, где он вообще находится. Этого не заслуживает никто, я повторяюсь. Так быть не должно. Каких бы политических взглядов вы не придерживались, политика здесь уже абсолютно ни при чём. Это просто античеловеческая деятельность. Верните тело Алексея Навального его родным. «Кем надо быть, чтобы скрывать от матери тело замученного в тюрьме сына? Кем надо быть, чтобы шантажировать 70-летнюю женщину, прилетевшую через полстраны, за телом убитого сына? Перестаньте, опомнитесь, не доводите своё бесстыдство до полного беспредела. Отдайте тело Алексея Навального матери. Перестаньте угрожать Людмиле Навальной. Придите в чувства». Меня зовут Андрей Макаревич. И я требую выдать семье Алексея Навального тело Алексея. У любого издевательства есть предел. Путин, отдай матери тело сына. То есть дело с ней самое страшное, что может произойти с человеком. Родители, видящие мёртвое тело своего ребёнка. Много лет назад нас посадили за то, что мы якобы попирали традиционные ценности. Но никто не попирает традиционные ценности в России больше, чем ты, Путин, твои чиновники и твои попы, которые молятся за все убийства, которые ты делаешь, из года в год, изо дня в день. Путин, имей совесть. Отдай матери тело сына. Отдайте тело Алексея Навального его матери. У вас есть ещё шанс остаться людьми. Не расчеловечивайтесь. И не пытайтесь расчеловечить всех нас. Мы остаёмся людьми. И как люди мы требуем. Отдайте тело мёртвого сына его матери. Владимир Путин и российская власть пробивают очередное дно. Долгие годы они незаконно преследовали Алексея Навального. По сфабрикованному делу отправили его в колонию. Три года содержали в пыточных условиях. И в конце концов убили его. Но даже после смерти они боятся Навального. Сейчас власть оказывает давление на маму Алексея. И требует провести тайные похороны в выбранном ими месте. Это не только противоречит закону, но и нарушает базовые понятия морали, религии и этики. Я требую выдать тело Алексея Навального его родственникам. И я призываю всех неравнодушных людей требовать того же самого. Я Артур Смоленинов. Я обращаюсь к тебе Владимир Путин. Отдай тело Алексея Навального и его матери. Если ты еще во что-то веришь, если ты веришь хоть краешком своей души в жизнь после смерти и спасение души, отдай тело Алексея Навального и его матери. Потому что воистину это твой последний шанс. Здравствуйте. Я Илья Кумановский, научный обозреватель. Я хочу предложить вам всем сложить два и два, как это делают ученые, которых я иногда обозреваю. Путин убил Навального. А теперь он глумится над матерью и над всеми нами, угрожая уничтожить его тело. Из этого следует очевидный вывод. Эта власть и это государство ничего не боятся. Ни суда человеческого, ни какого-нибудь другого. Их не останавливают никакие моральные нормы. Это хладнокровные садисты. И это значит, что этот режим смертельно опасен для всех, кто находится внутри страны и для всего человечества в целом. Отдайте тело Навального и горите в аду. Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салихарда. Почти сутки я провела там одна наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела. А медицинское свидетельство от смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно.